Ребята, всем привет! Это новый влог, и начинается он с очень классными для меня вещи. Точнее, с покупки я приехала покупать комбик на Авито. Здесь, буквально в 10 минутах от моего дома, Чел живёт и продаёт комбо-усилитель для электрогитары от фирмы Маршал. Единственное, что он продаёт её за 12 тысяч, комбик. Такой комбик стоит на магазине, на маркетплейсе примерно 28 тысяч, по-моему. Ну, примерно так. Единственное, что я не знаю вообще, в каком он состоянии. Он сказал, что он вообще почти не играл на нём, он просто стоял. В любом случае, я рассчитываю на то, что, возможно, придётся что-то подправить в нём. Надеюсь, он рабочий. Меня подкупила фирма Маршал, потому что я люблю фирмы хорошие. Я посмотрела вчера столько видео про эти... вообще про всё. У меня есть мечта купить себе электрогитару, и я уже подумала, что это будет очень хороший подарок мне на день рождения. Поэтому я скажу, наверное, ребятам, что вот хочу электрогитару на дыре. Они, на самом деле, не очень дорогие. Вообще есть от 6 тысяч до... вообще до бесконечности. Я посмотрела много видео разных про гитары, про комбики, про вообще для новичка, что лучше. И сделала вывод, что мне нужна гитара с тратокастер по форме и с тремя синглами, либо с двумя синглами и одним хамбастером. Как называется это слово, забыла? Я ещё не знаю вообще, что я хочу играть и вообще на что-нибудь такое, но у меня, у друга, у Ромы была электрогитара. И когда она не играла, я была просто в восторге. Я сейчас занимаюсь гитарой, хожу на уроки в школу, и преподаватель играет на электрогитаре, и мне очень нравится это. И вообще, в общем, я подумала, что будет очень классным бустом для меня начать заниматься. Тем более, я сейчас нахожусь на десятом занятии на гитаре из двадцати четырёх, и на тринадцатом занятии начинаются уроки по электрогитаре уже. И если у меня ещё электрогитара будет дома, то это будет суперклассным бустом для меня заниматься. Комбик, который я сейчас буду брать, на самом деле не суперхороший, в плане, что можно найти, ну, получше, получше комбики за ту же цену, можно найти другие. И можно, блин, в Москве продаётся тот же комбик, что я сейчас покупаю, только получше за ту же цену, на которую я сейчас буду брать. Ну, в общем, там, на самом деле, много заморочек, я только начала ещё в этом разбираться, но для начала, в общем, сделаю так. Ещё очень круто, что у Дани есть звуковая карта, а звуковая карта — это вообще, это путь тебе в мир любых звуков. На самом деле, я первый раз еду вообще к кому-то на Авито что-то забирать. Обычно к нам домой все приезжают что-то забирать, потому что Даня вообще у нас суперпродаётся на Авито, у него профиль там вообще дикий. И я поняла ещё, что к кому-то ехать не так страшно, как когда к тебе приезжаешь. Ребята, это жесть, он такой огромный. Мне даже документы дали, он, видимо, его покупал, тоже не с рук, в магазе. Это хорошо. Ну что, это капец. Я выгляжу суперстильно с ним. Может, я буду с ним ходить вместо сумки? Капец, ребят, ну это мощно. Это очень мощно. Вообще. Следующая моя точка остановки — это музыкальный магазин, в который я сейчас пойду. Здесь я хочу спросить про электрогитары, может быть, мне что-то новенькое расскажут. Сходила в музыкальный магазин, забыла вам снять. Как всегда. Мы там просто общались с мужиком, очень интересно, он рассказал мне про гитары, помог мне выбрать. Короче, да, заказывать не буду, лучше купить в магазе, потому что можно потрогать. Фирму посоветовал какую-то Rockwell, не знаю, что это. Ну, естественно, это всё дешёвые фирмы. Это не какой-нибудь там... Забыла, как называется эта дорогая фирма Fendi. Не помню. Fable? Не, не Fable. Но для новичка вообще супер. Я выбрала всё-таки три сингла, он мне поиграл на... Хашбастере, блядь, я там как слово называется? Хамбакере. Он мне поиграл на хамбакере, и где два сингла, один хамбакер. И где три сингла, мне понравилось три сингла больше. Ну, для меня лично, потому что хамбакер, он идёт такой тяжёлый. Метал очень такой играть. А мне достаточно просто что-нибудь простенькое и такое почище звук, без перегруза сильного. Ну, короче, всё, через месяц у меня будет гитара, это суперкруто. Следующая моя остановка, это моя школа гитары, где я сейчас буду не консультироваться, ну, попрошу, в общем, подключить его, и чтобы на нём поиграли и проверили, что всё с ним норм. Ребята, такой разъёб, просто я в ахуе. Мой учитель Лёша сейчас поиграл на нём, он его включил на громкость очень высокую. Я такая, охренеть, он так громко может играть. Даже грустно стало, что у меня нет в квартире студии, ну, точнее, что я живу, в принципе, в квартире. Хотя можно вообще к родителям домой переносить и там играть. Короче, это просто нереально, потому что звук просто. И Лёша сказал, что, ебать, он просто охуенный. Он такой, господи, блин, будешь продавать, ты мне продашь. Я такая, хорошо. Нет, это просто нереально. Я даже думала, что я, наверное, переборщила всё-таки со своими возможностями. Это просто мощь. Пришёл Рома. Представляете, как судьба сложилась? Я только сёснём Рома вспоминала про электрогитару, когда рассказывал своим подписчикам. Вот, это человек, у которого я видела впервые электрогитару. Вот он сейчас сидит у меня и играет на гитаре. Чего? А-а-а. Я не могу слить песню сюда. Говори. А-а-а-а. Снимайся, мам. Спасибо, Пулька. Если вы спросите, в чём секрет моей классной стрижки, это называется импульсивность. Короче, у меня с двух сторон были такие длинные полосочки. Ну, тут типа короткие волосы, а тут длинные полосочки. И, ну, я, короче, уже два раза их стригла короче. И сейчас что-то меня вообще не выбесили. И мне прям хочется вот так чикнуть. Я, в общем, с одной стороны отрезала, сейчас буду со второй стороны отрезать. Вот, видите, вот здесь длиннее, чем вот эти верхние волосики. И я сейчас просто эту штуку отстригу. Ты эти хвостики отрезаешь? Они же такие классные, бульные. Я понимаю, но что мне надоело. И попилировать. Ну всё, горшочек у тебя. Да, всё, у меня теперь симметрично. Относительно симметрично. Всё, нету теперь. Ну, это что, один из BTS? Теперь вот так вот. Осталось ещё чёлочку. Чёлка тоже вообще рандомно. Так берёшь. Так, оп, оп. Вообще на глаз. Я абсолютно вообще всё делаю на глаз. Пулька тоже на глаз делала. Ну всё, стрижечку обновили. Блин, ну, я, конечно, когда к прихмахеру пойду, она мне всё подправит. Я же думал, это про меня. Да, они мне тоже стрижают. Но мне ещё две недели до неё. Поэтому я ждать не могу. Блин, я даже попасть не могу к волосам. И вообще надо купить, конечно, ножницы какие-нибудь классные. Вот эти специальные. А то мы стараемся вот этими тупыми, может, 20 лет. Они, естественно, нормально не могут. Тогда вот. Всё подстриглю. Спасибо за просмотр. Ребята, перед вами человек, который не только всё-своё подстриг, но и который сегодня открыл ИП. О, Господи, неужели это случилось? Ну, я ещё не открыла ИП, я просто подала заявление на ИП и на патент. И это было адски просто сложно. Вот мы сейчас с Даней кушаем. Да, хороший день. Много вещей по аптеке сделали, которые давно пора было. Сотруднику переподключил компьютеры, потом подкрутил полочку. Просто Настя молодец, ИП скоро откроет. Я не самозанятого. Да, из-за нововведения с маркировкой рекламы нет смысла этот... Ну, невозможно технически в белую существовать без самозанятого, поэтому открываем с вами у нас занятого. Блядь, ребята, я такая тупая. Господи, боже мой, это просто пиздец. То, что сейчас случилось, я не знаю, что мне делать. Я не знаю, что мне делать. Либо если потеряла очень много денег... Я в любом случае припала. В общем, много денег. Короче, это просто пиздец. У меня день рождения 15 октября. Я сейчас уговорила маму поехать на мой день рождения в Питер на 15 октября. Ей нужно машину уставить, колеса менять. В общем, я так подгадала, потому что в Питере 15 октября концерт «Дайте танка». Я сейчас такая, блин, главное не проебаться. На 15 октября купить билеты. Всё, мама дала добро, записалась в центр. Я покупаю билеты. Я покупаю билеты. Всё, мне пришли не на почту. Я читаю, и там написано. 15 октября. Москва. Я в аху. Я не знаю, что мне делать. Есть вариант сейчас. Просто... Я не знаю. Я не знаю, что делать, потому что мы едем в Москву с 6 по 9 октября. Мы едем в Москву. Четыре дня мы в Череповце, и я думала, что в пятницу мы уезжаем в Питер. В Питер мы уезжаем, будем жить у моей сестры. Мама поменяет колеса в автоцентре в Питере, потому что они у неё там хранятся. И мы сходим на концерт. Что мне делать? Я не понимаю. Можно ли вернуть сейчас билеты? Я не понимаю. Или нет? Вообще, что мне делать? Что в итоге решилось с билетами? В общем, я сделала возврат. Деньги мне придут в течение 10 дней. Ну, хоть вроде должны прийти. В Питер мы едем в эти же числа. Просто не на концерт, а день рождения я проведу, не знаю, что-нибудь придумаю. Я уже посмотрела афишу. Там есть несколько интересных вещей, которые я бы не против сходить куда бы. Ну, вот. Хотела... Вообще, я включила камеру, хотела вам рассказать. Я купила себе... Я пользуюсь диферином каждую ночь. Это адаполен. Лечу в свои вот эти вот подкожные вещи. И я поняла, что они у меня... Кожа стала очень чувствительная от адаполена. Эффект есть. У меня их больше было бы, если бы не он. Но они все еще есть у меня. И я прочитала, что можно совмещать с базироном АЦ. Утром мазать базирон, вечером диферин. Базироном я пользовалась в школе. Он мне очень классно помогал. У меня сестра им пользуется. В общем, нанесла утром базирон на все лицо. И через буквально минуту после нанесения у меня пошел лютый дерматит переоральный вокруг рта. И он до сих пор не прошел. Я, естественно, все смыла. Ну, вот такая реакция. Возможно, из-за того, что адаполен сделала кожу более чувствительной. Базирон прям вообще люто ее сделал еще хуже. В общем, сейчас не видно. Я накрасила лицо пудрой. Но вот тут вот все красное люто чешется. У меня шелушится. В общем, все вокруг рта. Поэтому... Мазать лицо базироном. Просто избегая вот эту зону, я наношу все на увлажняющий крем. И это полен. И базирон, это помогает не так сильно травмировать кожу. Вот. Но я все еще надеюсь на эффект, потому что что-то с лицом у меня в последнее время не очень. Вам не видно на камере, но вот это видно на свету, когда свет падает определенным углом. У меня прям сильный рельеф такой. В общем, кожа не идеально гладкая. Hi, Barbie. Hi, Fenn. Мы идем в кино на Barbie. Второй раз за... Ну, за 7 дней, да. Вот такой лук. В прошлый раз мы выглядели с Даней как чмо, просто вообще не парились. Сейчас мы решили надеться под расходу. Также с нами идет Полина и Рома в кино. Рома второй раз, тоже Полина первый. Ну, все. Благодаря Настиной куртке имба, а не лук. Эта куртка прям в Супер Барби, вообще. I'm a Ken. I'm just Ken. I'm just Ken. I'm just Ken. I'm just Ken. Люблю Офер. Нет, подожди, надо на Арчи ехать верхом. Да. Я, ребята, разочарован. Я только сейчас понял, что у меня есть раздоцветная футболка, прям как у Алана. Кто смотрел, тот поймет. Алан лучше, чем Кен. Потому что Алан настоящий. Трушный чем? Он трушный под Триархат. Он такой бы отстроил. Он бы хотел уйти от этого всего. Короче, да, Даня коспоит Кена, когда мы коспоите Алана. Вот это настоящее разочарование в жизни. Блин, Алана единственный персонаж, который не получил, так сказать, ничего в этом фильме в конце. Даня, кстати, сегодня в линзах. Видно, нет? В линзах. Я их чувствую. С нами бракованная пункта. Из тиража про депрессию. О, кстати, да. Полин Зовороза попкорн. По стиль. Всем доброе утром. Вот у нас так проходит завтрак. Арч всегда просит кушать. Хотя свою еду он почему-то не ест. Представляете? Всегда ел, а тут не ест. Вообще непонятно почему. Но потом в течение дня доедает. Не знаю, с чем связано. Хочу вам рассказать рову прикол. Мы кипятим воду. Знаете, зачем? Потому что, сука, сегодня отключили горячую воду. На один день. И я вчера перед сном лежала в ванне. И такая, блин, не буду голову мочить. Потому что я утром моюсь обычно. И, естественно, воду отключают. И придется сейчас мыться из кастрюльки. Пришли вот такие посылочки. Сазона. Три мыла. Синергетик, моя любимая мыла. И кучу масок. Это я психанула. Заказала, кстати, недорого. Вышла там что-то одна маска 46 рублей. Я знаю, конечно, что они не экологичные. Но у меня сейчас кожа не в лучшем состоянии. А маски, они реально помогают. Я не знаю, как это объяснить. Но вот после маски лицо прям напитанное. Вот. И они реально классно помогают от дерматита. Вот что происходит. Вместо поедания еды. Причем у него дофига игрушек. Он знает, где они все лежат. Он их берет. Но ему нравится именно вот так. Зашли в здание в кофе лайк. Мы сегодня пешком гуляем. Пешком очень классно ходить. Сразу настроение поднимается. У нас настроение такое хорошее, чтобы сразу погулять какое-то. Мы еще с лонгбордом. Я на нем приехала сегодня на работу. Сейчас пойдем обратно. Вот. Зашли в кофе лайк. Я решила взять такой сэндвич. Хотя я, кстати, сыплю. Таня тарталетку. И еще мы ждем мачо. Я вообще мачо один раз такая пила. Мне не понравилось. Это, по-моему, чай невкусный. Ну, все... Ну, нет. Это не чай. Не чай? Ну, вот такое. Среднее, что-то. Раз у меня сегодня выходной, но я все равно пришла сегодня на работу, я поняла... Ну, я узнала, что мне нужно завтра будет очень много работы делать. А завтра у меня и выручки, и гитара, и вот это много работы. Поэтому я решила сейчас, как взрослый человек, вернуться на работу и сделать то, что я просто завтра буду делать. Сделать это сейчас, чтобы родить друзей завтрашний день. Вкусно? На кокосу и молоке все вкусно. Травой это дают всякой. Ну, не мое, конечно. Но неплохо. Смотрите, какая зюзечка. Это как? Да, называется? Не знаешь? Балаклава без балаклавы. Такая зюзечка тут, смотрите. Вернее, сестра, кстати, отдала эту штуку. Ладно, удачи вам. Пришли посылочки с Азон, Дань, рассказываю. Вот такая омешка. Киш ойл, да. Омешка. Какая-то зерок хорошая, большая зерок. Тысяча миллиграмм, да. Не знаю, по словам. Ну, вон. Вот такая штука для... Вот такая штука. Для уборка делать. Да. Отжимания. Вот такая штука. Жена уборка делать хорошо. Вот такая штука. Жена выглядит хорошо. Вот такая штука. У жена зубы не выпадает. И у мужа. Ой, это шампунь. Очень бессульфатный. Для окрашенных волос. Для ярких цветов. А это шампунь для блонда. Укрепляю. Попробую. Вот этот новый. Этот пробую. Классный. Мы пьем вот такие вот витамины. То есть витамин D и магнезиум цитрат. Это магний. Вот это, кстати, только после сдачи анализа, потому что D3 бывает в профиците. Но это редко, конечно. А омегу можно всем пить. Вот так выглядит старая. И вот так новая. Можете понять. 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 Ну, кстати, она быстро так же застрется, потому что мы пылесосим так же ковриков, на которые наступаем грязные обуви в прихожей. Из-за этого такой темный цвет. Внимание, вопрос. В принципе, можно помыть и постирать. Можно, можно. Запыление, но шарниры красивые, хорошие. Можно, можно. Но мы уже, наверное, год не меняли, поэтому я подумала, что можно. Но прошлое мы меняли, когда оно сюда забилось песчинкой и была большая штука. Вот, вот как здесь. А, да, как здесь. Угу, порвалось. О, я обожаю. Такая чистенькая, новенькая. Как тут грязненько. У меня ремонтное включение. Я пришла на свой объект, так скажем. В общем, это моё помещение, ради которого я открывала ИП. Здесь будет красное и белое. И здесь раньше была аптека. Вот. И сейчас тут идёт ремонт. И так необычно, потому что все стены снесли. Тут ещё есть комнатка. Прикольно. А я пришла ключи им дать, а их нет. Короче, у меня задача отдать строителям ключи. Строителей нет сейчас. Заезжать я сюда ещё раз не хочу. И здесь есть открыто форточка. Я думаю, что если закинуть в форточку ключи? Они вообще догадаются, что это ключи? Они просто даже не знают, что я должна приехать им отдать их. Лучше, конечно, в руки. И тем более, я не знаю, я уже придумала план, как я на газовую трубу стою, кидая ключи на чужой велик. Тут всё отваливается. Короче, я ХЗ. Ребята, я справилась. Я догадалась. Там был ключ у меня и от передней, и от задней двери. И в итоге я вошла внутрь на переднюю дверь, открыла, закрыла. И у меня было три ключа от задней двери. Я просто один отсоединила, вышла, оставила им ключи и закрылась. Всё. Я гений. Листик прилип к жопе. Вот наша ворона. У неё листик к жопе прилип. Вон она уже держится, как хорошо. Зеркальце у неё тут. И бублики, и вообще всякие веселухи. Вот лапа. Смотрите, как хорошо держится. Блин, мам, у неё что-то на пальцах какие-то прыщи. У кого? У неё. У каких пальцев? Ну вот, видишь, ближе к тебе лапа. Какой-то красный прыщ на лапе. Что это? Не знаю, может, это так и должно было быть. Вот лапа уже вообще хорошо держится. Вот ей так летать надо почаще, Насте. Чтобы она крыльями не... Там ей новый вольер сделали. Потом покажу. Были у неё у врача, и ветеринар сказал, что ещё месяц надо. Потому что у неё там костная мозоль только с одной стороны образовалась. Бля, ребят, такой трэш. В этом влоге я рассказывала про то, что с билетами на дайте танк получилась какая-то херня. Короче, мама сейчас сказала, что давайте-ка, короче, в Питер. Я одна поеду без вас. Бля, там катастроюка, ладно. Короче. Короче, мама говорит, давайте, типа, я поеду в Питер без вас. Одна. А я чуть не знаю, как она одна поедет на машине по трассе в Питер. Она ни разу одна не ездила. И я всё равно запереживала, что я хочу, короче, с ней поехать. Просто она не хотела, чтобы ехали мы с Даней вместе с ней. Потому что не на кого оставить будет и ворону, и, короче, кошек с собаками. Бабушка одна не справится. Решили, что, в общем, оставим Даню тут и поедем с мамой. Но я не хочу с день рождения быть без Дани. Поэтому я решила, просто поедем на неделю позже в Питер с мамой вдвоём. Но таким образом я попадаю на концерт Дайте Танк. И сегодня я смотрела билеты. Есть билет за 2700. Я такая, супер. Прихожу домой через час. Смотрю снова билеты. Осталась только випка за 4 плюс тысяча. 4-6. Я не знаю, что делать. Во-первых, мне надо согласовать с мамой точно ли мы в эти даты едем. Потому что она мне не дала чёткого ответа. Во-вторых, получается, мой день рождения будет проходить в Череповце. А не в Питере. И в-третьих, я не знаю, готова ли я потратить 4200 рублей с комиссии на билет Дайте Танк. И плюс я буду в Питере вообще одна. Надо будет с кем-то встретиться. Там, с друзей. Короче, не знаю, что делать. И у мамы еще день рождения, 24 октября. Это мы совместим с её день рождения. Поездку вот эту. Вот. А сейчас я пришла в школу гитары. Теперь урок на электрогитаре. В целом, крутяк. Сейчас я пыталась купить вот этот вот билет с рук. Почти... Ну, мы договорились уже. В этот момент мне написало еще два чела, что хотят тоже продать билеты. Это подозрительно, потому что в комментах много людей, которые хотят купить билеты. И мне пишет чел, типа, вот, давай я тебе подешевле отдам, чем та тёлка. Я говорю, что вот я уже договариваюсь. Он такой, я тебе подешевле отдам. Я такая, типа, блин, а ты не знаешь, как... Ну, раз уже у неё какой, я такая, блин, а ты не знаешь, как проверить, что это не мошенники? Он такой, кидай ссылку, я скажу тебе. Я такая, ну ладно. Он такой, я как раз занимаюсь поиском мошенников. Я такая, ладно. Я ему кидаю ссылку, он говорит, это мошенница. И он говорит, я из фан-базы, дайте танк. Он, видимо, проверяет как раз мошенников. Ну, он так сказал. И сказала, что мошенница У нее реально Закрытый профиль, 40 друзей Типа странная фотография Я такая, блять Ладно, в общем, хорошо Я такая, спасибо, что вы меня открыли Она такая, давай я тебе продам Я такая, нет, спасибо Пожалуй, куплю випку Короче, я, походу, куплю випку просто за 4 тысячи Это будет, наверное, мой самый дорогой в жизни билет За 4 тысячи рублей Но это будет просто охуенно Потому что Это будет охуенно Блин, ребята, не зря мои мониторинги Не прошли даром Я уже сидела сейчас, думала Вот уже гуглила, как выглядит А2 Сцена в этом клубе Думала, уже за 4 тысячи, там, сервис и сбор Какой покупать билет И вот, появился за 2 700 Это просто нереально Прикиньте, называется 10 юбилейный Ежегодный осенний бал, пожалуй, молодежи Как круто Вообще, все, я иду На концерт Это нереально круто В Питер, все, я не перепутала в этот раз Я надеюсь, мы едем в Питер 22 октября Я буду там Слава тебе, Господи Еще и на Петроге находится зал А тут где-то Аня живет тоже в этом районе Всем good morning Хотите рофу прикол? Я просыпаюсь, да, а не, нет? Он мне пишет сообщение Буду через полчаса пилю сук Вот оно Я такая И он потом отправляет вот эту картинку Я вообще угораю Такой у нас сегодня завтрак Помидорками Вот такие вот мишки Даня напилил сук Сейчас будет кушать Так, суббота начинается с того, что я тащу мусорный контейнер От нашего дома Будем выкапывать песок из большого контейнера, который мама Насте дает дому А мы, собственно, этот отдадим маме Насте Вот, записываю контент для блога вам Все, вот этот большой контейнер опустошили от песка Весь песок теперь лежит в нашем маленьком Все, теперь Будьковская стоит тут с песком Тащим обратно взаимно Так, все, мы контейнер поставили Теперь он стоит вот тут, большой И вместит кучу мусора Тот и действительно быстро заканчивался Заняло это не больше часа Вообще круто Втроем с мужиками собрались Проблему решили Пока все ссорились Пойду закапывать трупы Кто-то сбит за этот контейнер Мы с любимой Ирой Пришли в... Как называется? Монокофелаб Монокофелаб Выглядит это вот так Я здесь была с мамой как-то давно Здесь очень антуражно Ну, примерно вот так выглядит антураж Вот у нас у Глаши новый вольер Вот он уже был огромный Реально, как в зоопарке Только вот эта палка Она скользкая И поэтому она вот тут сидит И лапу отклянчила А вот на той палке Малярный скотч И она на нем нормально сидела Это, конечно, надо обмотать ее, значит Зато вольер-то какой хороший Это чтобы она летать начала Мы пришли на тропу здоровья Здесь у нас... Ну, мы думали, что здесь осень А здесь как-то больно зелено Немного не осень Вообще пришли сфоткать стаканчики Где? Тиньки Тиньки Тут уже ничего нету? Пустые, да Хочется взять красивую осеннюю фотку Можно фокус-то? Нет? Мы с Ирой нашли в другом месте осень На тропе здоровья осени не оказалось А вот здесь настоящая красивая осень Нам очень нравится Осень-осень Вот у 43-й школы есть Кому-то интересно Блин, красиво вообще Ребят, визуально наслаждаемся Наслаждаемся А, блин, я со своим пальцем этим выгнута уже У меня Девочки решили пофоткаться Я скоро снимаю покрытие Пришла мне такая посылочка с Сазона Мне нравится название Пакет с пакетами 240 пакетов И еще 240 пакетов Это вот эти Это вот эти вот Для собачек пакетики Они правда классные Они удобные Они черные Не просвечивают Еще и биеразугаемые Пришла на окрашивание Съедим Мой любимый этап Господи, я с нас съедаю все конфеты Но не все Оставляю две штучки для приличия Содень с вас с собой две конфетки Чтобы съесть поменьше Вот такая стрижечка получилась И такое окрашивание У меня еще розовые тут волосы остались Ну, это из-за того, что красный Мы продолжаем состригать Прикольно, мне нравится Цвет очень хороший Единственное, что Никак не могу коре отрастить То есть каждый раз прихожу и стригусь Потому что раздражают волосы Надо что-то с головой сделать Потому что дело не в стрижке А в голове Бесит меня Просто вот тут, когда вот волосы Меня и тут, когда они тоже есть Видимо, я никогда не приду к коре Я просто всегда останусь с короткой стрижкой Ну, а что? В принципе, выглядит Ну, мне идет, мне кажется Просто, что вот так Мне просто носить не нравится Мне обязательно нужно Либо вот так закалывать Либо хвостик делать Непонятно Ну, ладно В общем, на этой ноте Будем, друзья, заканчивать с вами влог Надеюсь, он вам понравился Мы с вами медленно, но верно Идем к двум тысячам подписчиков Буду рада, если вы на меня подпишетесь Если вы уже на меня подписаны То спасибо вам большое Всех люблю Вот Ну И всех целую Там ставьте лайки Все Пока Пока